Елена Смирнова Я перед разными аудиториями в разных конкурсах пела, но всегда хотелось именно для своего возраста петь, поэтому у меня в основном репертуар ретро, и я стараюсь как-то, ну всегда рада, если эти песни вспоминаются. Весенний праздник для представителей клуба «Активное долголетие» проводился впервые. Были приглашены вокалисты, поэты, художники и даже флористы. Организаторы постарались сделать так, чтобы все как можно лучше узнали друг друга, и все же главная цель – подарить запоминающийся праздник женщинам. Замечательные стихи, необыкновенные. Мы видим полотна красивые. Здесь также представлены работы флориста, который покажет, как делать подарки любимым женщинам на 8 марта. Вот такой небольшой творческая встреча, праздник весны, библиотеки «Один» в рамках проекта «Активное долголетие». В проведении праздника большую поддержку оказали волонтеры. Именно они берут на себя ответственную миссию – встретить, сопроводить, накормить гостей, оказать помощь в любых организационных вопросах. Как правило, такой работой занимается молодежь, и делают они это с большим удовольствием. В любом возрасте нужно не сидеть дома, а чем-то заниматься, развивать себя разносторонне. Естественно, мы, как молодое еще поколение, должны всячески поддерживать и путем взаимодействия помогать им реализовывать какие-то свои желания, мечты. В числе организаторов фестиваля весны – спортивно-досуговый клуб «Пересвет». Его руководитель Виктор Погиблов считает, что такие мероприятия людям старшего поколения просто необходимы. Мы планируем проводить это чаще, чтобы для них, это же для ветеранов, мы говорим не только, у нас выступают практически профессионалы, полупрофессионалы, которые помоложе, которые пробивные люди. А вот таким людям трудно где-то пробиться, показать свои картины. А у них на самом деле, вот мы говорим наивное искусство, но у них на самом деле есть такие душевные шедевры, которые им же хочется показать для людей. Участники и гости вечера признавались – праздник получился добрым и душевным. После творческой части они еще долго общались друг с другом. Главная цель организаторов достигнута. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».